Ну, сегодня у нас седьмое. Это начало беды для русских. Революция всегда огромная беда, но ни одна революция не приносила столько зла, столько злодейства, как вот у русских. Был у русских все, как Достоевский говорит. Если уверует он, говорит, неверующий, то уверует до конца неверующий, как в неверие уверит, в атеист. И не поверит, что перед ним только ноль, дырка от бублика. Во что верили-то? Где? Ничего нигде нет. Войны, революции, голодоморы по всему миру распускали эту заразу коммунизма, создали карманную себе структуру церковную. И ничего не помогло, потому что у Бога заранее назначено. И поэтому вчера один зашел и говорит, на Украине, вот я выступал там за Донецк, я сразу сказал, что это неправильно. Как это? Отделять от государства какую-то область, кто-то не хочет. Они не смирились, и сколько людей потеряли-то? А они хотели русских вешать добыли. Ну, вешать, повешали сколько и перестали, все равно меньше бы повесили, чем побили-то. Побили-то сколько, дебальство, там речь идет о тысячах, пять-шесть тысяч сразу. И сколько женщин находят, связаны руки, изнасилования, ничего нет. Там друг на друга говорят, этого ничего бы не было, но там же нигде нету, там где дальше-то, в других областях-то. Это отделились, как и с Чечнёй было. А сегодня у нас брат уезжает в день этот несчастья. Никакого единства, конечно, праздник не придумаешь, хотя по замыслу хороший. Уезжаешь, наказы я тебе дал, умудряйся. Ничего не делай без совета с батюшкой, ничего. И как чуть-чуть так и говорю, как лучше, где расположить, где разгрузить, где что оставить, чтобы не утащили. Там бары приезжают, сколько раз ловили. Они питаются от потеряевки. Поэтому, пока у тебя заперто тут под замком, это не сразу откроет, не каждый. До ночи ему не до этого, он не знает, зачем лезти. Поэтому лишнее я не советую разгружать, если можно. А машину, чтобы рассоры не портили, рессоры, поставить, как у нас, загрузим книгами, к домкратам и поставить на полежки какие-то, на палке-то стоит. Пеньков всегда хватит. Все, за зиму ты сюда ездишь, зачем тебе надо приезжать сюда, за машиной только. Зимой ты не угонишь, пусть она стоит. Мы ее сейчас продвинули вперед в складу, а мне она не мешает. Тебе она там не нужна. Лишний раз там не надо двигаться, это ничего не дает. Ездить в город, зачем, сначала посоветуйся с батюшкой. Надо будет подавать на РВП документы или нет. А надо подавать, съезди за этим, но собери там разное. Одно дело, второе, третье. Надо будет несколько раз ездить. Приехал и сразу с батюшкой. Когда батюшка едет, и ты с ним прилепись. У тебя скотина там нет, у нас в субботу, в воскресенье побудешь. А потом отдельно выйдешь, да. Можешь и недельку пожить, если позволяет обстановка-то. Тебе дверь тут открыта, но дверь просто не наволочка, запомни. Мы стирать не можем, а вложить тебя на свое, которое я спал, я тебе не положу. Сегодня тепло еще, ладно, ночевал. Хорошо понял? А тут тебе о питании никогда не заботься. У нас всегда есть что есть. Потому что самое дешевое. Звонить я никому не звоню, денег нет. И я хорошо, что не звоню, что надоедаю. Как-то у меня компьютер что-то сломался. Ну, я сидеть не могу без дела-то. Я сразу пошел в деревню, вижу, там не так, тут не так. Батюшка вот запил буквально. Да скорее вы скажите там Алексею, чтобы отремонтировал, чтобы он опять скрылся. Я им не даю покоя. Что, для этого тебя поставили, чтобы в карман улазить? Ну, она выпала. Ну, она не выпала, ты ее вытащила. Ты наклонялась, брала ее на полу? Нет. Вытащила из кармана? Нет. Нет, не выпала. Ты что-то взяла, она выпала. Ну, не оправдывайся. Это самое страшное дело, когда оправдывается. Самооправдание говорит, что мое я не умерло. Это криком кричит. Или так. Я-то плохой, а виноват ты. Вот этот палец-то все время направлен где-то. А я говно. И все. И написали. Кто в Германии, ты никогда не думал, что немцы до такого додумаются. Это вроде, а как думай умно сделали. Это прямо. Их, бин, шайся. Все. А до бешульди. Все. На этом конец. А там у нас у русских, у всех такое есть. Сам дерьмо. Но виноват кто-то такой, что я такой. Виноват на советская власть. Виноват Гитлер, Ленин. Никто не виноват. Ты сам. Тебе дана воля. Ты мог пострадать и умереть. А то виноваты там правители, Захарченко, там Моторолы разные. Да зачем тебе это говорить? Ты бы выехал оттуда. Давным-давно уже. Там же они их не запечатали где-то. А ты был под бомбежкой, жил. Да продал все, да уехал. Вот пример. Я думаю, когда фамилии-то давали-то. Дали указания. Я не знаю, нигде не считал. Но я представляю, когда люди-то были без фамилии. Ну, первые-то получили там разные князья какие-то. Вяземские. И вот так давать. Ну, давайте так по разнообразничьи. Вот его курица много. Курицын. А этот поповский сын идет. Попов. И давали. А этот малыш. А, малыш, малыш. И теперь ты выше меня роста, но все равно ты малыш. Малыш, это хорошо. Апостол Павел. Павел переводится малый. Ты на апостольской фамилии Павла. Ты даже не должен найти положительное. Я вот нашел фамилию Лапкин. Слово Лапка один раз. Паук лапками цепляется. Бывает в царских палатах. Лапками цепляется. Я через интернет, через книги зашел в концы мира и к царям. И мои книги у Путина видели в датской королевской библиотеке. Где-то их нету. Вот так. Надо просто... Нужно увидеть это. И ты нашел это. И скажи, что мне это подходит. И моя фамилия прародителям хорошая была дана. Вот так. Провожаем мы тебя сейчас. Приезжай, когда надо. Все, мы пошли. Давай, проводи машину сейчас. Заводи. Полога тебя съемит там. Заходи. Здесь. Субтитры сделал DimaTorzok. Дbeh tua. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Слава Боже!